привет друзья вы на канале семьи кт предыдущее наше видео было об аэрации пруда зимнее время я рассказывал об аэраторе как он работает вот такую полыни он раз размыл на следующий день выпал снег размыл в принципе хорошо я его убрал так как надо было уезжать ну а сегодня мы поговорим об аэрации доступными способами у кого нет электричества нет аэратора и надо срочно произвести аэрацию что для этого делаем то есть есть множество способов кто вставляет тростник камыш ну вот если его нету берем бур топор я не знаю пилу и делаем вашем водоеме отверстие бурим их или пробиваем потом расширяем и перемешиваем воду в этих отверстиях уже какой-нибудь палочкой то есть я вот посмотрите зимовальная яма сделал тоже два таких отверстия пробил топором расширил их хотел на лед зайти но не получилось вот даже трещина пошла то есть лед еще не такой уж достаточно крепкий можно провалиться я пробил такие отверстия раз и два перемешал воду палкой хорошо перемешал и вот через эти отверстия если какие-нибудь скапливаются газы подо льдом они будут выходить ну и плюс рыба который недостаточно кислорода она будет подплывать к этим лункам ну и зимой эти лунки как как морозик ударит то есть очищаем их ото льда следим за ними это будет тоже аэрация если есть у кого пенопласт можно прикрыть пенопластом потом снегом припорошит они не не замерзнут либо еще такой способ то есть тоже опять же кому камышами несколько слоев можно закрыть эти лунки и потом открывать перемешивать воду вот такая доступная аэрация вот сейчас вот так выглядит пруд такая у нас наступила зима продолжаем ухаживать и наблюдать за прудом кстати привозил сегодня в деревню оператор экскаватора драглайн которым хотел ну который будет чистить деревенский пожарный водоем и что-то он там насчитал так немало поеду в сельсовет обозначу им сумму смотрим справятся ли они но в принципе это сумма намного меньше если у кого-нибудь дом сгорел намного меньше ну что ж всем пока удачи и хорошего настроения